Музыкант, социальный активист И сегодня он расскажет нам об уличном искусстве В общем, я готов передать ему слово Добрый день, рад видеть в таком бункере Буквально на настоящее, когда граундный активизм переживает реакционные времена В таких толстых стенах настоящих Ага, всем слышно Я, конечно же, о всем спектарте, при всем желании не смог бы рассказать Так как я больше, конечно, поэзией занимаюсь И такой ангажированной политической в каком-то варианте То я покажу больше картинки, связанные с текстом Который существует в публичном пространстве, в городском пространстве Либо, вот как сегодня, в таком неотделимом медийном пространстве Социальных сетей и новых медиа Почему слово? Потому что сегодня мы пребываем в таком, если по мнению многих теоретиков, В постинформационном периоде развития Когда сама информация, ее содержание уже во многом нивелируется И упакована в какие-то маленькие коды Или цифровые какие-то, как это называется, ну, коды, да, назовем это И поэтому очень важно, где они циркулируют И по каким правилам И кто, собственно говоря, эти дистрибутивные механизмы производит Кто владеет кодом сегодня Но к этому мы подойдем к концу А сейчас такая небольшая предыстория Потому что общество обрело грамотность такую всеобщую совсем недавно Там, можно сказать, вот как раз сто лет С того момента, как после революции Вожди большевизма предложили такую программу Выдвинули о всеобщей грамотности, о ликвидации безграмотности До этого как бы апеллировать к большим, как бы широким слоям населения С помощью буквы было немножко парадоксально Потому что, собственно говоря, там 2% Да, если в начале 19 века только было грамотно в России Но потом с увеличением разночинной массы Как бы постепенно грамотно нарастало Но все равно она была несравнима Даже в начале 20 века Поэтому вот эти многочисленные видим митинги и акции В Петрограде, там еще между 1905 и 1917 годами Там, конечно, большие транспаранты уже развернуты с буквами Все-таки они апеллировали к в основном городской, как бы грамотной массе Либо к тем, кто в городе жил, там, ну, рабочие Которые пролетариат вообще во многом был передовым классом Не только с точки зрения того, что эта каталитическая индустрия росла Но и в том, что он, на самом деле, самообразовывался Особенно рабочие, у которых были профессии Которые имели на это средства и время Вот, а многочисленная масса крестьянства и сельского населения Они, как мы понимаем, до сих пор пребывали в устной традиции И вот после этого предупредомления Я хотел бы какую-то картинку такую для вам сказать Хорошо, мы откроем вот эту, собственно, с чего я начал, зачем, анонс Это такой фрагмент мая 68-го года Когда выплеснулась вся такая вот энергия нового бэби-бумерского поколения На улице, когда студенты захватили там один из корпусов Сарбонны Опупировали его И тогда слился вот этот, можно сказать, поставангардный Новоавангардный проект электризма, ультраэлектризма И ситуационистский интернационал И это было главным таким, можно сказать, выходом слова на улицу По мнению философов и ангажированных марксизмом того времени От того же Мишеля Десерто, которого привожу У него такая вот фраза, от которой удобно отталкиваться Что в 68-м, в мае, революционеры овладели словом так же, как в 1789-м бастилией То есть отсылка к той правдуской революции Но ключевой здесь, что своей бастилией как раз революционеры 68-го и не овладели Ну, здесь, конечно, уже об этом много написано Но мне интересно, вот я просто взял их, лозунги выписал с разных плакатов И настенных разных граффити и транспарантов 68-го И можно просто я их вслух зачту У нас же такая типа лекция перформанс И мы постепенно поймем, почему, собственно, эти лозунги не могли привести даже к западу бастилину, по моему мнению Те, кто работают, скучают, когда работы нет Те, кто не работают, никогда не скучают Работники всех стран, развлекайтесь! Человечество будет счастливо только тогда, когда последний капиталист будет повешен на кишках последнего бюрократа На экзамене отвечайте вопросами Искусство мертво, не прикасайтесь к этому трупу Вариант Искусство мертво, а Гадар тут не поможет Забудьте все, чему вас научили, начните мечтать Товар, опиум для народа Мы не хотим мира, в котором гарантия не умереть от голода связана с риском умереть от скулки Мы не хотим Так Будь реалистом, требуй невозможного Это мы знаем Власть Воображению Вся власть воображения Те, кто утратили воображение, не могут вообразить, что утратили Воображение не дар, его нужно завоевать Стат из Бретона Это все вот лозунги 68 Воображение Хорошо это Алкоголь убивает премии ЛСД Действие должно быть не реактивным, а креативным Это нам очень на сегодняшний день знакомо Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше я хочу заниматься революцией Чем больше я занимаюсь революцией, тем больше я хочу заниматься любовью Тотальный оргазм Счастье не купишь, укради его Подходим к концу Свобода – это право молчать Товарищи, не аплодируйте спектакль повсюду Не попадите в спектакль оппозиции А помируй спектакль Вот это вот такие самые характерные лозунги Которые действительно креативное студенчество Очень остроумно и творчески переработало поэтично И с этим соглашаются, как многие Но, как мы знаем, с 1972 года вообще ситуационистского движения Не принадлежало вообще никакому политическому Ни организации, ни партии Ключевое, что оно вообще не было организовано на уровне политического движения И с профсоюзами рабочими не имело связи И поэтому там уже сам Дебор, тоже в 70-х уже, собственно говоря, написал о том, что Вот прямая цитата «Революция против спектакля сама превратилась в спектакль» Из этих лозунгов можно было понять, что она была беременна этим спектаклем, по моему мнению Потому что она отражала только, как раз, можно сказать, одну сторону освободительного движения Это как раз тот бобби-бумерский запрос на воображение, мечты, освобождение от вот этого скучного индустриального до труда Но никакой постели захватывать, казалось бы, уже не нужно Так как, казалось, дискурсы вышли на улицу И сейчас вот такое вот слово наше творческое, легкое Вокруг все объемлет, и все станут свободны вот такими же Вот, и почему-то этого не произошло Хотя мы до сих пор этим воображением еще, можно сказать, заражены И многие акции потом были Даже вот в 98-м, знаете, баррикады у никийских ворот акционисты проводили из группы «Радек» Такая была посвящена сорокалечию как раз эту революцию Ну, монстрацию я покажу, она тоже во многом наследует, да, вот таким вот Маю 68-го только в таком уже карнавальном То есть представление о революции как о карнавале бескровном, оно вот 68-го Потому что до этого это были такие суровые рабочие лица, шагающие где-то внутри враждебного пространства В общем, все, что мы вынесли от такой советской традиции Ну и, собственно говоря, пора переходить к этим... Переходим к странствам, да? Очень важное, в 76-м году произошло, я назвал это, зарождением Трид-Арта Ну, это такое, мое, как мне можно сказать, прото-уличное искусство Вы знаете, Юлия Рыбакова и Олега Волкова Они получили по 7-6 лет соответственно за вот эту надпись на Тропавловской крепости в августе 76-го А потом, ну да, скажи, почему я сейчас слюю Только я не знаю, сколько я напал Ну, ну, три картины, да? Вот, это из двух фотографий перспектива такая Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков Вот это 3-го августа 76-го года Эта Нева тогда вышла из Бельгов Они были рабочими, ну, как и все-таки непосензурные тогда художники-поэты Где-то в Петропавловской крепости числились Они взяли оттуда краску и вот это написали В КГБ с утра там сразу сбилось с ног Они не знали, чем это закрыть Там по какой-то питерской мифологии они крышками от гробов это закрывали В общем, потом в конце концов это все замазали Ну, ну, недолго продержалось, но вот успели сфотографироваться И благодаря этому это дошло до нас сегодня Да, и нравы были еще не такие, можно сказать, вегетарианские Поэтому по 7-6 лет с конфискацией имущества Ну, не только за эту надпись, но вообще за эти советские деятельности им приписали И вот спустя 40 лет у нас такой уличный художник Тимофей Райзи Вот это в прошлом году сделал на Пироговской набережной, да Это тоже высказывание сегодня оказалось очень актуальным Везде разошлось, благодаря как раз социальным сетям и медиа И тоже было довольно-таки быстро, по-моему, через день или два Убрано, стерко Ну, конечно, Тимофей Райзи не получил за эти 7-6 лет Это уже, как сказать, стрит-художник Но он известный, вписан уже в такую сегодняшнюю, большую, Что породило как раз концептуальную машину Которая во многом явилась такой матрицей для последующих этих Я вот сейчас покажу что-то из этого концептуализма Который не был внутри города Ну, не всего, а только который вот с языком именно работал Он в большинстве своем работал с языком Такая вот Папку Ну, всем известная надпись Я ни на что не жалуюсь, мне здесь все нравится Хотя я никогда не был в этих местах, да И не буду, по-моему Это группа коллективных действий, да Андрей Монастырский, там, Скирсис Виктор И еще там несколько товарищей Вот, они так уезжали в Резда на прогулки И развешивали огромные транспаранты Ключевое, что они были на красном фоне белыми буквами На белой фотографии То есть они деконструировали советские лозунги Которые уже к этим, это 78-го года, да Уже были сами порядками Всем язык был выхолощен И вот такие надпись они делали, которые потом в 90-е только вышли в город Но это уже позднейшая Последнейшая интерпретация Это в Беляево, где Пригов жил Такая его вынесенная из машинописанного текста На весь Брандмауэр На весь старец стены Обложка одной из книжек А я, это азбука Приговская, да Но мне интереснее Пригов Скорее, наверное, здесь нету Потому что таких обращений вообще-то я не нашел Они, может, есть в музее где-то Пригов тоже предосхитил уличное искусство Таким концептуальным, уже пост-концептуальным таким методом Когда он написал обращения гражданам всем известным У него их было там несколько сотен И он их расклеивал везде Ходил по улицам Беляева Его за нашим лучшим, как бы, традицией Книгинициальной системы В психушку Ну, ненадолго, слава богу Там их подстояли, товарищи Уже все-таки это был 86-й год Я несколько из этих обращений могу прочитать Они были довольно-таки абстрактными, но Даже за это, как бы, пригов привлекли Просто за его акты, скорее, а не за содержание того, что написано Ну, вот несколько Что-то недосказанное в каждой судьбе человечей Дмитрий Александрович, ну, где-то подписывался Граждане, как прекрасно Как же все-таки прекрасно Дмитрий Александрович Ну, это вот он везде ходил и расклеил Граждане, честность все-таки самая выгодная в результате Дмитрий Александрович Граждане, что-то нас окружает, но мы ничего не говорим окончательно А, граждане, если вы обидели ребенка, оскорбили родителей Так как вы смеете слушать пение птиц этих чистых? Ну, подобно в его таком духе Как бы косвенного, такого, непрямого высказывания Так же, довольно конситуалистского Но, как Александр Александрович сам писал Что эти тексты не были написаны, а были реализованы И это ключевое для слова Которое выходит на улицу, да, то есть напрямую обращается К непредсказуемому адресату, который увидит то, что Слово должно быть реализовано, а не просто написано Не переховать в книжке И от этого оно приобретает вот это самое Прагматическое измерение, да, контекста своего И этим оно отличается от письма То есть не только потому, что оно Есть слово устное и письменное Но нет, вот сегодня как бы даже написанное слово Которое выходит на улицу Оно отличается от письменного слова В СМИ, в газете или где-то еще Потому что оно обретает вот это самое Прагматическое, можно даже сказать Перформативное измерение Потому что подчас оно должно реализоваться А как мы знаем, главный признак перформатива Это его автореференция То есть оно то, что говорит, то и должно по сути сделать Единственное, в искусстве эти перформативы во многом всегда фальшивые, подложные Но они на этом подчас чертывают свои символические ресурсы Но мы переходим к более политическим тогда позднейшим вещам Вот у нас в 90-е уже как бы первая публичная акция Когда было можно, ну не гласно, можно Это группировка Эти От Наталья Осмоловский с молодыми своими товарищами Прямо на Красной площади излюбленное такое лобное место Выложили 13 человек было Слово из трех букв всем известное И здесь как бы это обозначило такой, можно сказать, разрыв действительно Все апеллируют к тому, что акционизм явился наоборот Отказом от лингвистического знака, от слова То, что прорыв телесности, наконец-то, буйство вот этого Что-то там, говоришь, что перверсия, там, анальные фазы, чего только не писают Но на самом деле, даже там игрой с об этом пишет Сам Осмоловский играл, что там в отделении милиции, когда его спрашивали О том, что они хотели сказать этим Он там их заболтал структуралистскими сингулярностями В то время они там, в начале девяностых, только начали переводить как раз французы Вот они читали Он говорит, вы хотели это слово к Ленину присовокупить? Его спрашивают, вот, Ленин А Осмоловский отвечает, если бы я хотел его присовокупить, мы бы поставили дефис Ну, то есть, там, так вот, даже Да, такого, можно сказать, в лингвистическом духе ответил Это вот в газетах тогда писали такие еще На наивность самого лозунга, мне заголовок порадовало И опять, кто-то эту акцию, кстати, от теоретиков, которые занимаются, назвал первой медиа-акцией Потому что благодаря фотографу Московского комсомольца, который вот это сфотографировал Она только и обошла там, и дошла до нас, и стала известна в принципе То есть, она, может быть, не делалась для медиа, как сегодняшняя акция Но только благодаря вот этому фотографу тогда, позванному и случайно там попавшемуся, она попала в историю вошла Ну, потом таких акций было много уже Ну, не знаю, политическим переходить или... И у меня тут развита просто на поджанры Ну, давайте покажем Давайте начнем с монстрации, потому что это такое самое андиозное Я уже упомянул карнавал И когда, собственно, он возник, мы знаем Там раблей, рабрезианская культура Устная, народная Когда вот эти все были оскорбительные высказывания к божествам Там народ ёрничал, остроумил И, собираясь вместе на площадях всех этих рыночных, они и сочинялись Но это было далеко от письменной культуры, это было действительно устное слово Потому что люди были неграмотные, и они говорили на языке, который не был скреплен в печатные знаки Ну, это средневековая культура, еще основной Бутенберга не было запретен Там были рукописные только книги А вот эти политические монстрации Ну, политическая она, опять же, с натяжкой Вообще, в принципе, политкарнавал Он, как бы, в своей такой самой, как бы, зрелой, одиозной фазе Это, конечно же, в 20-е годы в советском, молодом советском, раннесоветском пространстве появился Потому что после революции, наконец-то, стали возможны разрешенные, да, массовые эти демонстрации и митинги И помимо массовых инсценировок, о них отдельно речь, они больше были связаны с театром И с таким вот даже кинематографическим моментом Были, как раз, вот, политкарнавалы Когда, действительно, такой уже ликбез во всю шествовал, уже народ более грамотный И тогда все вот в этих лозунгах буквально стало Даже у Сергея Третьякова, у меня хорошая цитата, будет темно Есть статья, газета на растяжках, что она называется И он там пишет, как изменился митинг по сравнению с дореволюционным Вот, к 20-м годам, как много в нем стало текста, буквы, слова Сейчас я нажму на игру, прочитаю, потому что это интересно Я смотрел в день десятилетия Ну, то есть, в 20-м году, газета на шестат Это статья, московскую демонстрацию, проходящую через Красную площадь Оглядывал убранство площадей и улиц и поразился одним фактом До какой степени стало вербально, словесно наше оформление Надписи, лозунги, надписи, цитаты на фасадах домов Лозунги рапорта Агитстрофы Эпиграммы на стягах, проносимых колоннами Краткие хронологические кондиции Фанерные буквы, розданные демонстрантом и складывающие в слова Три четверти демонстрационного оформления Это белые абзацы на красном фоне Три четверти — это буквально слово Тогда как, буквально после революции Сороса Там больше было живого газета Когда люди играли, надевали маски, капиталистов изображали Не было столько Буквально за 10 лет Родителем этого абзаца, несомненно, является газета Вот мы понимаем, откуда в этих митингах проникла вербальность За 10 лет буквально газета На которую как раз ставили, как Мишкот Писал, что это главный медиум вообще После революционной России Она изменила абсолютно всю улицу городскую Причем интересует демонстрацию только семантика надписей То есть смысл, да? То есть о чем это? И вот в этих политических карнавалах уже Действительно семантика, то есть игра слов, смыслов То есть политики там на самом деле уже практически не было Потому что казалось, дело власть Мы выходим и показываем, как мы счастливы Как здорово, мы строим социализм И, к сожалению, нет кадров с тех демонстраций Потому что это надо закручивать Ну, собственно говоря, вот эти монстрации С зачеркнутым Д, да? Бабушка после похорон Это группа, которую Максим Народа и Артем Лоскутов, да? Организовали, вот она уже чуть ли не десятилетие Проводят в Красноярске Нет, в Новосибирске В Красноярске тоже было Ну, у них несколько акций, но они нигде не были таким массовым в Новосибирске Но ключевое, что они тоже разрешены Они не проводятся, не санкционированы Были, конечно, там диссиденты, но Это является таким разрешенным шествием, да? Или они где-то присправиваются Я не буду тут все их остроумные эти Я думаю, все мы видели Это тоже очень напоминает немножко Вот эти, которые я показал, да? Ситуционистские такие креативные, да? Лозунки с воображением Вот Немножко абстрактные, нет конкретных требований, да? Опять же, люди собираются просто там по зову из соцсетей То есть они не подвержены какой-то политической организации Но это дает как раз такой массовый чувство Такой ситуации, момент уединения Что, впрочем, мы могли наблюдать и в реальных политических, казалось бы, митингах на Балоке, да? Там тоже был такой креатив Креатив мышления Вот для меня в папке Вот Таких табличек очень много было Много было интересных Лозунгов В том числе вот Лозунг Павла Арсеньева Как вы знаете, он обивалентный Тоже карнавальный Своего рода Здесь, в Петербурге Мы его часто носили Я не знаю, может, кто участвовал Вы нас даже не представляете То есть это против фальсификации выборов Как вы узнаем Вы нас даже не представляете Ну, то есть на что мы способны Какого-то Или вы нас даже не представляете В смысле политическом То есть мы за вас не голосовали, да? Там еще кто-то какие-то смыслы вчитывал И, в общем, вот эта вот карнавальность Эвивалентность, она присутствовала Помимо этого Между тем Есть Теформативное слово Как прямое, да? Высказывание То есть ты буквально то, что говоришь Но ты должен это доказать И своим телом Выходишь и Вторгаешься в это пространство И как бы Можно сказать Твое слово Это и есть Твой поступок Твой акт И вот в большинстве случаев Сегодня Во многом Так и задействуется Слово На улице Ну, активистское слово, да? Которое, опять же Черпает во многом Формы из Вот Первого исторического авангарда Или вот Ситуационизма Или Концептуализма Даже советского Но оно Уже более прямое И главное Оно подвержено опасности Потому что оно Не санкционировано Оно подразумевает Интервенцию Это некий от вторжения Что, собственно, Акция и должна Подразумевать Акция И есть Само по себе Без вторжения Нет акции Это так Для простоты Вот И такое Наверное, то, что все видели Это вот Против Закона Воскопленчевых чувств верующего То есть Интервенции Но они же, опять же Могут быть И с обратной стороны Как мы видим Пожалуйста Это против Производства Презерватива В городе Боголюбово Вот здесь Пикет акций И люди тоже Вот прямо так и пишут Нет На святом месте То есть Слова Как-то В этом искали Это тоже Из болотной Но Оно По-моему Все-таки Не карнавальное А потому что Здесь более напрямое Обсказывание И оно За ним Такая Массаж Вот это Буквально Недавно Я просто Показываю Для примера Опять же Вторжение Настаивание На том, что Без Места для высказывания Политического Нету вообще Пространства И города Потому что Город формируется Как агора То есть политическое У нас отняли сейчас Марсовое поле Вот группа Весна Вышла К Смольному Показав Что Раз вы отняли У нас Марсовое поле Для Сбора Для своего Высказывания Политического Протестного Вот Кайпавлу И здесь По-моему Очень большую сумму Штрафа Присудили Одному Из участников За повторный Чуть не 150 тысяч Он будет обжаловать Такие вот 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 Или прямое Тоже слово У дальнобойщиков Вот делали плакаты Помогали им И ШВЕМа по-моему Ездил Коператив Я не знаю РСГ тоже участвовал Они тоже Вот свой пробег Делали вот с этими Надписями Тоже можно сказать Своего рода Прямое вторжение Нет Грабительскому Транспортному Сбору Или вот это Принесли Это уже В Киеве Податковая реформа Смерть для бизнесу Здесь неинтересно Сочленение символа Такого Архетипического Свинья Какого-то Благодати Сытости И Против вот этой реформы Крестьян Но опять же Видите Без текста На свиней Не обошлось Это тоже Времен 12-го года Интересно Здесь мне За счет того Что Передоверенно Слово было Игрушкам Да Сеть прошла Такая серия Нано-митингов Или мими-митингов Так называемых В Томске Это вот В Барнауле И Интересно Что Эти органы Правоохранительные Не сразу Поняли Что с этим всем делать И за счет этого зазора Это как-то Может быть Успело совершить Какое-то свое высказание Потому что Арестовывать игрушки Как бы За плакаты нельзя Не статьи Такой в законе Ну потом они Конечно Посовещались И Просто Переписали лозунги А штрафовали Устроители митингов Как всегда Но Так называемый митинг состоялся Вот они переписывают Опять же Это акция Для кого она направлена Конечно же Никто не почитает Эти мелкие надписи Из вокруг ходящих Людей С коляски Или с женщиной Они уже изначально Делаются Для медиариспространения Тоже Элемент Дополнения Прямого Но это уже Не совсем прямое Это распространенные Такие Миметическими Перформансами Или акциями Когда против чего-то Бастуют Или Изображая напрямую Объектов Жертв Убийства животных На мех Или еще чего-то Опять же К чему это может Так вот Приводить Прямое вторжение Оно собирает Как можно составить Слово из трех букв Так же Могут составить Слово из шести букв Тоже Только уже С другой стороны То есть Тело Собирающееся в знаке Оно Гопсовский Левиафанда Который собран Как раз Из тел Это Продолжает Здесь не очень хорошо видно СОС написано Это дольщики Вышли К Москва-Сити На берегу На льду Москвы Выложили из палаток Палатка Потому что Нам не где жить Слово СОС Или банкиры Враги народа Это привезли на ВОЗ Крестьяне К дверям Сбербанка Так Где-то были у меня Еще Такого рода Прямые Вот Например Обращение рабочих К космодрома Восточный К Путину Они прямо Как знаете Вот Когда Политкарнавал В двадцатые Выродились В тридцатые К так называемым Дрелищем Для небожителей Или К спортивным парадам Здесь тоже Обращение Неким небожителем Что Путин прилетает Только на удалюце Да это Неизвестно И они на крышах Своих бытовок написали Хотим работать Спаси рабочих Уважаемый Путин ВВ То есть Это прочитать только можно сверху Но они запустили дрон И он Сфотографировал Не знаю Привезли к чему-то Но я знаю Устроители этого Уволили С космодрома Давайте покажем Современные Пересечения Вроде арта и политики Вот группа Родина Я не знаю Наверное все с ней знакомы Только мы Начнем С этого Они такое Депрессивное такое Можно сказать Гипер идентификацию Совершили Это тоже один из методов Сегодняшнего высказывания Политического протеста Насколько оно сегодня уже работает Это большой вопрос Так называемое Subversive information Или подрывное утверждение Когда мы говорим Как бы гипер идентифицируя Принимая на себя То идентичность Которая нам меняется Но слишком Как бы напрямую И вот Они как бы уже соглашаются Что Ничего хорошего Нас не ждет Только У нас нет надежды Плевать Вот Порядом Свободы Россия Это не мы Это Это Тоже Во-моему Для медиа делалось Потому что они делали это В пустых промзонах Питерских И тоже никому Не стало бы интересно То есть Здесь медиа существует Как дополнение Никаких проблем с Виртуальным и реальным Как бы нету Бой И как раз таки Это интересный фэдбэк В Москве нашлись там какая-то группа в паблике ВКонтакте позитивных молодых людей. Говорят, надо быть оптимистами, и вот они такой циничный фидбэк им сделали ответ. Участие купишь, наше будущее капюлизм, но мы не против, то есть мне за это заплатили. То есть интересно. Все будет хорошо, я узнавал. Да, меняйте вы же самое. То есть мы знаем, да, с какой, собственно, позиции такие высказывания производятся. Интересно, что такое ответ вызвало. Или еще вот одна московская большая акция, длилась больше года, сейчас продолжается, но уже без Даши Сиренко. Тихий пикет. Она интересна тем, что здесь слово как бы работает все время в движении. Потому что, как сама Даша говорит, ей важно взаимодействие. Сейчас больше 180 человек включилось в акцию. Наверное, в течение года подключались, у них паприк большой. И здесь как бы каждый пишет что-то для него как бы важное. И, конечно же, для всего общероссийского контекста. И едет с этой надписью в метро, ни с кем не вступая в ПЕЗу, не начиная диалог. Тут одна отличательная самодаж. И только если к ней обращаются, подчас надписи такие, у меня, к сожалению, нет. Потому что это, ну вот, например, промачизм. Подчас надписи такие, немножко задевающие, провокационные. Тебя подбивающие на какую-то дискуссию диалог. И вот этих дискуссий, диалогов, на них, собственно, и строится слово. То есть оно, можно сказать, письменное на тебе. Но пока оно не будет прочтено и не отвечено проезжающим рядом метро человеком, оно не реализуется. Так что говорят про Пликовские, да, реализация. И здесь это уже не акция, когда ты выходишь с пикетом, стоишь один, как герой какой-то, да, ну или как маленький человечек, который обращается к большой, там, власти, в общем-то. А ты вот в этом режиме, в горизонтальном движении постоянно вступаешь в вот это, ну, есть такое сегодня выражение, dialogical lab, то есть как бы диалогическое слово. Когда нету художника и нету зрителя, а между вами какой-то постоянный процесс взаимообмена, общения. И каждый мог участвовать. Вот, даже тут стихи поэтов переписались. Ну, это просто было для поэзии, поэтому я его описывал. Но там есть такие, я сказал, довольно-таки приятные написки, вот про оскорбления, что верующих тоже это всех задевает, феминистов много было сказаний. Ну, я думаю, вы все знаете этих пикет, кто не знает, можно просто в паблик найти и посмотреть. В Питере, причем Даша приезжала, у нас это не так работало, почему-то то ли спичи были открыты, то ли там метро более является таким действительно всеобъемлющим, таким-то закольцованным, огромным просто такой реальностью, где люди проводят часами очень большое количество своего времени. в том числе. Ну, надо... ...тежде чем показать, как есть что-то, убирать силу. Вот одну из наших акций покажу, это лаборатория поэтического акционизма была, ну, там Сергей Ермаков участвовал. Короче, мы в поддержку Бусирай, по-моему, это делали. Мне понравилась просто одна из акций, потому что она очень хорошо брала цитаты этих поэтов, ну, памятники из Петербурга, например, от Ольги Берггольц, да, и переводила их в такой, опять же, контекст и уличные измерения. Надевала на них цветные волоклавы, как символ тогда, протесты за Бусирай, и писала цитаты этих поэтов, которые должны были каким-то образом входить в противоречие с тем, за что судят девушек. Или вот эта голова Мадама Муцкевича, ну, если солнце вольности плеснет, и с запада весна придет к России, что станет с водопадом Тирании? Такие вот памятники заговорили, это Пушкин, с первого щелтка прыгнул поп до потолка, такой прямой, со второго щелтка лишился поп языка, а с третьего щелтка вышибло уму старика, да. Это голова Бродского, в институте, в голубой дворике, да. У Тирана время, отведенное на размышления о душе, используется для расчетов, как бы сохранить статус Ко. Или это не Красов, да. Зачем же сикцы красные? Тут провинились матушка ума, не приложу. Вот Ахматовой, такой горе-белев, у нее, плохо видно, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под... и безвинная корчилась. Вот тоже такой пример, что это поэтическое и политическое, да. Высказываем тоже для медиа в основном, потому что около этих памятников мало входящих людей. С адресатом вообще сегодня очень важно работать, но в чем социально-сетевой адресат отличается от того же, даже когда проходил эксперимент в 68-м, то что он никогда четко неопределим, не призадан. Тогда шли колонны протестующих максимум мимо, могли проходить несколько зерахов, если ты не подключаешься к маршу, тебе там делать нечего. То есть здесь, как бы, в социальных сетях вот эта размытость адресата, она работает, как бы, казалось бы, в плюс, потому что придает им массовости, и может ради дисплейбусу производить огромное количество перепостов, лайтов, популярности, проникая потом в СМИ, но в то же время это размывает, рассредотачивает всю эту аудиторию. Сейчас я покажу примеры интересного стрит-арта со словом работающего. Тимофей Радио уже показал. Тут еще несколько художников интересных есть. Вот я недавно в Харькове был, там Гамлет, правильный Узенкиевский, он такие, приходуют разные технологические штуки. 5.30 утра это когда поздно или рано ложится спать. Примерно там несколько таких вещей, таких тоже на гаражах, это субцитаты, я так не буду долго останавливаться. Вот это интересно, варка по растению, можно учиться тишине. Вот это уже стрит-артист, зум такой, в июле 2017-го, недавно совсем не нашел, да здравствуй, тропки, ходите пешком. Это вот Кирилл Кто, он работает, берет просто краски, находит на мусорках, или ему приносят из разных остатков, болотчиков или упаковок, и делает из них такие поноски, поэтому они такие разноцветные. ну или вот такие вещи пишет, обитая в сверховидной норе, не уделяясь со своей никуда не держшейся металлической двери. Что-то такое, да, политическое, на лапках, на кондиционерах. Это вот Максим Алёхин в Краснодаре, там у них была программа какая-то губернаторская по облицовке заборами, вернее как-то по благоустройству, но так как деньги куда-то разворовали, там вот это все зависит такими вот ЛЖ как бы плакатами, и Алёхин вторгся в этап таким способом выявляя такую ложную как губернаторскую пространство. Это очень глобальная работа на цехе завода Тим Айрадзе, тот же, который вообще такой монументальный артист, который ту надпись отсылающую к советскому, да, к Рыбакову, он здесь всю инструкцию, что я знаю, об уличном искусстве изложила, она такая, по-моему она вошла как самая большая стрит-арт работа в тексте. Это тоже работа Тим Айрадзе. Я бы обнал тебя, но я просто текст. Это его более политические вещи. Это баннер, да, рекламную он перекрыл. Здесь записка президента была послана. Все пули выпущены в русских и украинских друг друга, русским и украинским друг друга на особом щиту, они полетят через года. В общем это против развязанного конфликта в Донбассе в Украине или на ОМОНовском щите, у него статья из Конституции. Статья номер 3 Носителем суверенитета единственным источником власти Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это вот такой, уже, мне очень интересно с точки зрения что с исправлением работает. Я только одного покажу с исправлением. Это тетя такой, я не знаю, это его катоксиданин, да? И он такую серию провел в Москве. Очень, знаете, у нас не так много, везде соль. Это такие добавки, миксы, наркотические смеси. И он везде решил просто добавлять к этой соли что-то. Получилось довольно интересное, поэтически тоже. но, с другой стороны, вроде useful, такой полезный проект. Вот, занятия, санкредиум, евроконсоль. Ну, ты чего он смотрит? Замазывать телефон. Да. Казалось бы, с юмором, но и пользу. Работа с Ольгой Чегорским. Фасоль с пользой. Уже Миша, мозг. Это у нас тут с интересными стрит-артистами, которые сегодня работают с текстом. Ну, так-то есть много. Потому что, опять же, кто-то ошибочно стрит-арт как бы подсылает к гетто черным или латиноамериканским, где родилось, ну, это высказывание уличное, когда они написали лого свои. Но это как раз лого, это знаки, это индексы. Они никогда не работали с текстуальным, в смысле, вообще можно сказать, стрит-арт родился вот в таком. Это как раз 68-м, почему я показывал, когда вот этот раздул вот этих вот креативных надписей случился. Что еще не показал? От Франции до 2017-го. Вот Ксюша Эрмошин, она сегодня в пикете против за свободу интернета стояла. Вот она перевела надписи из французского, которые сейчас были перед выборами Макрона. Там протестание шло, да, между Меркель, 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 Лебен, из Национального фронта и Макрона. И там большие демонстрации, митинги. И это то, что на улицах, на стенах Ксюша наснимала, она перевела. Врачи рекомендуют пять фруктов и овощей, два бунта в день. Это важно понимать, что это не просто надписи, они были там, где, собственно, были эти протесты. То есть они, как бы, маркировали это пространство, его производили, ну, реапортировали в Лизану. Это отсылка к такой рекламе французской распространенной, что кушайте не менее пяти фруктов и овощей. Такое. Голосовать за Лебен, потому что вокруг всё хреново, а всё равно, что пустить себе пулю в голову, потому что у тебя мигрень. Или голый мент социальной справедливости. Это перфолеты. ККП. Да. Как арбитализм, менток саптир. Прямо видите, даже ещё прямо во время самого монстровского написания. Такие не липоватые. Конец работы, волшебная жизнь. Меняю фашистов на мигрантов. Вот это мне нравится, потому что она по-французски говорит ни Патри, ни Патрон, ни Лепен, ни Макрон. То есть, ни Родины, ни начальника, ни Лепен, ни Макрон. То есть, это анархисты. Они сказали, что этот выбор между неолиберализмом и фашизмом не их выбор. Рабочие, как булыжники, если ты попираешь их ногами, то получишь от них по лицу. Так вот. Вот они. Есть такие надписи. Просто это буквально в этом году во Франции. То есть, вроде бы, тоже Париж, но уже совсем не сационистское что-то, да? Более такое прямое. Вот феминистские акции я не показал. Они, несмотря на то, что очень телесные, конечно же, но это важно, потому что женщины как бы как раз не покрываются логосом полностью и вот это тело. Но у тех же фемин всегда текст присутствует на теле. И это тоже неразрывно связано, потому что тело без текста или текст без тела совсем другого. Вот это уже такие филиалы фемин, все равно нет перевода этих текстов, но это протест в Испании, по-моему, против запрета на аборты. Там историческая сторона и там проблемы. Вот это вот Лима, это столица там тоже против абортов такая уже буквально массовая митинга. Я писал вот в гендерной исследовании недавно статью о том, что как раз обнаженная грудь здесь перестает быть обнаженной, становится напрямую голой, то есть десексуализируется, как такое реально... Ну, у них в манифесте написано там Our best is Bombs for system, то есть бомбы для системы. И здесь как бы они буквально такую голую политику проводят тоже с надписью. Это во Франции такие Women Akbar, такие мусульманки, феминистки, вернее, члены фемин, но они как бы здесь воображаемые, у них надписи. Это тоже в Испании, да, протест. Вот важно, потому что они всегда с текстом. Это акция Анастасии Нопиной тоже против политики, топчут тела женщин так же, как землю, как кто-то землю. В общем, она по Москве ходила вот с таким длинным шлейфом, черным. Эта-то Леда Гариной недавно акциями понравилась, то, что она здесь текст встроила уже в мужское тело, как бы, но мы знаем, откуда это. То есть, вот, и она так сработала на таком, традиции армейской, да, закрытых дисциплинах сообществ, вот, выгравировать, показывать свою власть на телах своих ДНБ, это пьяный, да, то есть у нас это вот тоже такая более театральная акция для Дагарина с активистками здесь. Это была акция против, я уже забыл чего, прочитает от защитных отечеств тоже у меня не принимали заявление много лет, я сказала нет, он сломал мне руку. Против домашнего насилия? Да, вот, против закона о декриминализации домашнего насилия, правильно. Ну и вот, группа ШПМ, они вообще шьют свои вот эти транспаранты для митингов, то есть, под какое-то событие, да, часто, вот это вот против насилия. в общем, я думаю, здесь показали мне, что осталось. Стихи на деньгах, скорее больше я показывал, когда показывал виды поэзии, сегодня прибывающие на улицах, я не знаю, будет ли это уместно, но если у нас все кончилось. Ну вот, Маша Миллер, вышивные, делает текст-объекты, они тоже работают больше и больше в сети, но мне интересно то, что они не обосредны никакими, то есть, медиа и расходятся действительно на уровне больших очень количеств. Они сделаны материально, как бы, но пребывают в цифровом, как он видит. Ну и вот вчера, да, как я знаю, или сегодня РСД провела свою акцию. В 6 утра, да? Сегодня? Да, сегодня. Тоже, это такой пример, я так и увиделся, мне так и подумал, надо включить в конце, ну, чтобы что-то с товарищем делать приятно, и вообще, это же относится напрямую, к тексту на улице, к слову. Это такое тоже, опять же, распространенное, можно сказать, это нулевые годы, пишут о диджитал, пост-диджитал арте, то есть, уже пост в цифровом искусстве. Это, можно сказать, акция за свободу интернета, но проведенная в оффлайне, да? И где напрямую дизайн отсылает к каким-то интерфейсам, узнаваемым, да? контакт, паблик, яндекс, реановости, и вот. Это тоже во многом можно назвать неким политическим воображаемом, потому что там, кто-то же скажет, протестующие не ворвались в Кремль, да? уронвагонзавод ни в каких ни в руках бастующих, да? То есть, но, опять же, да, опять же, так как адресат, естественно, там, 6 утра никакой не рабочий, тем более, субботнее утро идет мимо и видит это, и вдруг решается пойти в свой завод или Роденберга отфернуть. А адресат, это понятно, что большая целевая аудитория социальных сетей, то вот такой постцифровой, как бы, вид искусства весьма действий, потому что люди, как бы, видят, что это пребывало где-то в реальности, что реально люди чем-то рисковали, или что это материально существовало в этом пространстве, ну, вот, то есть оно вывешивалось. и оно обратно вернулось в сеть, то есть это, ну, некоторые называют, я там не буду, там, теорией, грузить ремедиации. Это когда просто из одного медиума в другой мы переводим, как бы, и за счет этого, как бы, возникают элементы политизации, или репроприации, высказанных. То есть если раньше, как бы, в одном медиуме мы могли играться, да, со смыслами какими-то, то сейчас как раз цифровая среда, она как мета-медиа, в себя объемлет, ну, буквально любые медиумы, любые медиа, и новые, и старые, поэтому такие допустимые переводы. Единственное, что, конечно, можно покритиковать эту акцию за то, что она обращается к 86-ти, казалось бы, что они восстанут, но на самом деле, мы знаем, революции, это как раз делаются вот это, ну, самым небольшим процентом людей, к которым стоит обращаться, это как раз те, кто работают в дата-центрах, в корпорациях, которые, собственно говоря, обеспечивают эту связь, да, то есть децентрализировать, буквально, саму инфраструктуру, то есть кабели, архивы, вот эти вышки, дата-центры и прочее, а не там заводские рабочие, которые вдруг за свободу интернета начнут работать. Ну, на этом, наверное, остановлюсь, все хватит. У нас так хорошо уже, так сувенирный запрон. Спасибо. Ну, тебе попросту. Вот, несколько раз, в принципе, тема немножко обсуждаемая, то, что, ну, конечно, вы хотите ее оставить, после того, чтобы... У меня становится не сама арция, а какое-то ее освещение, вплоть до Советского, когда все эти полные фотографии у нас здесь сохранилось. Или вот эту тему подробнее разделить? Ну, я как раз не говорил, не отделял саму акцию от ее медиарепрезентации. В чем отличие как раз слова на улице высказывания, в том, что оно неотделимо от своего акта высказывания или от тела высказывающегося. Единственное, что если раньше, так можно сказать, в аналоговую эпоху или в эпоху старых медиа, мы производили акцию обязательно в материальном пространстве, напрямую, и она обращалась к адресату на улице или к непосредственным жителям этого района, города, то акция, которая, ну, я бы показал, с группировкой ЭТИ, да, «Территория искусства», Осмоловского, она, можно сказать, первая, пусть неосознанно, была направлена на фотообъектив, а не на непосредственных участников самой аркции вокруг. Потому что увидела ее там, спела за эти несколько секунд, жалкая кучка там, гостей города на Красной площади, так же, как и акцию Павленского. Но благодаря медиа, то есть эта акция неотделима к медиа, ее, можно сказать, репрезентация, она для медиа, как бы, и назначена. Вот. И в этом я не вижу никакой проблемы, потому что, ну, проблема только уже в адресате, о котором мы говорили, в том, что акция написана на стене, распространяется в медиа, и в этом мы сегодня не имеем. Но, не знаю, ответили в что нет? . Ну, со временем, у этого были. Ну, он их, правда, критиковал анавытов и медиа, там с философом на Гуглубе, вот. Вот. Обращаясь к некому трачному вот. Вот. такое прямое какое-то высказание, слово, и даже ситуационистов увалил. Но на самом деле даже те же ситуационисты были такой криптоавангардной во многом практикой эстетизированной, то есть они воплотились, скорее реализовались, как больше действительно эстетический проект, а не политический, что потом в дальнейшей истории показало, чтобы все эти формы в 70-е, уже в 80-е перевели в культуру, в конкурсультуры, в панк. Поэтому, не знаю, есть ли проблема в том, что акция оторвана от места своего совершения, вернее, адресат оторван от места, как я понимаю, не в этом хотите узнать, есть ли проблема в том, что адресат не непосредственный там, где производится акция, а пост-фактум непредзаданный какой-то посетитель этого паблика, форума или какой-то, можно сказать, городской средний план. Роман, у меня вопрос к тебе очень интересует, поскольку мы политические активисты, естественно, что современные политические активисты тоже занимаются медиа-активизмом и заимствуют какие-то приемы у современного искусства. Но ты, как мне показалось, как синоним употребляешь медиа-активизм и уличное искусство. Но есть ли какая-то граница, которая отделяет политический медиа-активизм от искусства? Потому что те примеры, которые ты приводил, они довольно разнородны. Одно дело, не знаю, монстрация, другое дело, или там, концептуальное искусство с 70-х годов, и другое дело вот то, что мы сделали сегодня утром, например. Есть какое-то развлечение, здесь можно провести? Ну, развлечение, да, но ни в коем случае не иерархию. Я все-таки стараюсь отставить мнение. Ну, просто есть такие направления как раз анабийское, что форма производится, так сказать, в искусстве, в каком-то, да, пусть оно протестное, политическое, а активизм его потом просто заимствует и как-то там, может, перерабатывает, но ничего нового не производит на уровне форм. Я как раз здесь разделяю, но не вот таким образом, что активизм руководствует со формами искусства, а в том, что есть просто активизм руководствует со своими непосредственными задачами, да, момента, ситуации, какой-то политической повестки, и в этом смысле там акция сегодняшняя, или вот эти конкретные интервенции, вторжения, они, естественно, направлены на, пусть не разрешение какой-то политической проблемы, но на какое-то заострение вот этой актуальной, да, ситуации, поднятие ее, ну, освещение ее в публичном поле, то есть у них совсем другая телеология, нежели какая-то форма творчества или изобретение каких-то новых способов говорить в этом, в том же стрит-арте, потому что стрит-арт, он все-таки далек от такого прямого политического сказания, даже если он там цитирует институт. Вот, только вот так я это разграничиваю. А медиаискусство я вообще здесь не показывал, а скорее, ну, объединяя все это разнородные вещи, как я вначале сказал, это именно наличие текста так или иначе в каком-то виде, да, потому что полно медиаактивизма и даже уличного искусства, которое никак с текстом напрямую не работает. Поэтому просто сегодня любой даже медиаакционизм в таком виде, с текстом, он изначально делается для адресата в присутствующих медиах. В этом как-то нет для меня проблемы. Я вижу проблему, скорее даже, ну, да, действительно, политические активисты заимствуют какие-то приемы уличного искусства, да, С другой стороны, зачастую, не знаю, художники-акционисты, да, как бы они заимствуют вот эту вот, не знаю, позу, да, или какой-то образ политического активиста, да. Ну, самый такой яркий пример, это тот Павленский, да, там, вот эта акция, я не помню, как она называлась, да, с продолжением дверей... В Урлянке. В Урлянке, да. То есть здесь, как бы, художник такой цитирует собой такого революционера, в общем, романтического, такого вот, революционера-одиночка, да, такого героика, как бы, из массовой культуры, да, который... Но, с другой стороны, этот бунт, он очень такой подчеркнуто-субъективный, подчеркнуто-индивидуалистический, да, вот. Ну, мы все узнали, что есть очень крутой и смелый, как бы, там, не знаю, активист или художник Павленский, да, вот. Но с точки зрения, там, я не знаю, там, не знаю, российского социалистического движения, может быть, да, или, там, социалистического активиста, вроде меня, это высказывание, оно, ну, как бы, политическим, по сути, не является, да. Оно является таким очень дивидуалистическим, не знаю, и, может быть, даже антиполитическим, да, поскольку оно отрицает какое-то, вот, коллективное действие, да, но не все могут быть такими крутыми, как Павленский, да. Ну, проблема, ну, в Павленском, не знаю, есть ли проблема. Сейчас, по-моему, это уже как раз пройденный этап акционизма, который сегодня, в принципе, невозможен, по мнению. В прошлом году мы проводили такую конференцию, я ее провокативно назвал постакционизм, то есть, как переход от героических вот этих акционистов периода, там, Назбольска, к постакционизму, вот, например, примеры постакционизма, вот, я Дарью Сиренко привел, которая ставку делает на взаимодействие, на диалог, или Катрина Нинашева, которая, вот, ездит там, психоаналорист, диспансер, работает там, с миноритарными сообществами, вот, то есть, ставка уже не на какую-то героическую, да, позу, жест, поступок какой-то, который не об обществе, действительно, с него сложно взять пример, а ставка на какое-то понятное, какое-то полезное, можно сказать, действие, но с каким-то, действительно, формальным, новым зазором, то есть, в чем у художников там претензия к активистам главное, что формы, политическая презентация стерты, мало тех, пикеты, акции, все одинаково, митинги, все это буднично, скучно, власть этого все равно не видит, не слышит, а вот, изобретя какую-то, действительно, интересную, нестандартную форму, или где-то, там, звезду, например, какую-нибудь закрасив или прибив себе, там, тестикулы на красной площади, вдруг это вызовет некое, действительно, такое, называется, событие, медиашум, который проникнет, прорвет эту оболочку главных там СМИ и, действительно, выстрелит. Ну, в этом ставка художников-акционистов, интервентов, то есть, активизм как раз все время сокрушается по поводу того, что им не удается со своими будничными, да, ежедневными работами, рутинами прорвать эту оболочку масс-медиа, но и прибивать тестикулы они не готовы. Проблема с Павленским, вернее, в этом, я уже приводил один раз картинку такую вот, и был активист монгольского профсоюза, который тоже поджег, но не дверь Лубянский поджег, а себя, прямо в прямом эфире канала YouTube. И мы видим, что у художников всегда этот зазор символически остается, а у активиста, настоящего профсоюзника, или там тот же дальнобойщик, который Колодовку объявляет, или еще кто-то, у них нет этого зазора, у них, да, прямое, только единственное высказывание, которое напрямую рискует жизнью собственной. Можно сказать, акционист тоже берет эту долю риска, когда там вторгается, но у него тут подчас остается некой потенцией, или так называемой гостеприимством, или готовностью сесть к тюрьму. Без этой готовности, собственно, акционизм вообще невозможен. Отсюда, но это не сегодня родилось, там, с прошлым художником, там, когда 19-го века, вот этот постоянный взаимоотмен между политическим и вот этим радикальным искусством, он начался, там, эти футуристические кабаре, потом на улицу все вывели, там, сюрреалисты, да, или до советский авангард, там, бродячие собаки, потом стали на площадях делать эти массовые инсценировки, тот же еврей, да, который ставил вместе, там, с Мирхольдом спектакли. То есть здесь, как бы, произошла политическая революция, и тогда, как бы, искусство напрямую проникло, как бы, в политику. Но сегодня я предлагаю все-таки разграничивать протест в искусстве, а политическое искусство. Как это делает хорошо, например, Петер Осборн, такой английский, он говорит, что как раз нужно «Политическое искусство» отделять, как – вот казалось бы, «мы сделали политическое искусство, но оно на уровне остается означающих», то есть на уровне высказывания, семантики смысла. И казалось бы, мы уже все – совершили, как бы высказание протестное, и все, ничего больше делать не надо. Но есть политическое, в смысле, организация, с правосоюзной деятельностью, движения, какой-то низовой, там, микрополитики. И оно, вот, как бы, вот этому политическому искусству напрямую противоречит. Оно не такое креативное, не такое броское, не такое прорывающее оболочку масс-медиа. И эти два уровня политического, все-таки нужно понимать, что политическое искусство это во многом метафорическая вещь. То есть по-настоящему политическое, как же оно становится, оно перестает быть искусством. Я хотел именно показать работу, касающуюся с текстом, потому что у нас уплокатель, и выставка, он весь с текстом. Давайте я вам в конец, если нет вопросов, у меня был вопрос, я просто вначале не процитировал, чтобы закончить на более деформативную вещь. У меня есть такой Волошинов, ну это одна из массок Пахтина, можно сказать. Он очень хорошо показывал, как разную разновесомость, так неправильно, разновесомость слова в различных коммуникативно-прагматических контекстах, в аудитории, на площади, там, в кабаке или где-то еще. И он приводил это на хорошем примере строчки «Я хочу быть похожим на Ленина», на Владимира Ильича. И вот несколько вариантов я выписал, как по-разному можно это слово озвучивать в зависимости от того, где вы находитесь. Сейчас я не буду это. Так. Приведем пример, предположим. Предположим, я беседую с приятелем бытовой общения по поводу только что прочитанной биографии В. и Ленина и говорю ему «Я хочу быть похожим на Ленина, на Владимира Ильича». Те же самые слова могут быть разнесены и оратором на митинги агитационной общении. В такой примерно фразе «Товарищи, чтобы оказаться достойным чести заменить умершего враждя наступившую полосу великих работ в эпоху напряженного строительства, каждый из вас должен сказать себе «Я хочу быть похожим на Ленина, на Владимира Ильича». И, наконец, представим себе, что мы слышим с эстрады эти слова, включенные в поэтический контекст художественной общины. «Наша жизнь океаном спенина, наша жизнь как вулкан горяча, я хочу быть похожим на Ленина, на Владимира Ильича». Разница в интонации. И, следовательно, в ценностной разновесомости данных слов ясна. И дальше там Малышин пишет о экспрессивной интонации. Что я вначале не сказал, это нужно было, что, например, в письменном печатном слове существует только синтаксическая интонация. А вот экспрессивная интонация, она возникает только когда слово готовится к произнесению, а так как вот эти слова, которые на улицах пишутся, они, можно сказать, перформативным пространством уже владают перформативным измерением, то есть высказывания неотделимы, то они вот этой экспрессивной интонацией всегда владают. В зависимости от того, где они написаны, кто их написал, кто стоит с этим плакатом и так далее. Ну, на этом хотелось закончить. Субтитры создавал DimaTorzok